Приветствую вас, братья и сестры! Каждый раз, приходя на богослужение, от воскресенья к воскресенью, из года в год, кто-то меньше лет, кто-то уже много лет, мы к чему-то привыкаем. Привыкаем к ходу богослужения, мы что-то даже можем предугадать. Наверное, если спросить тех, кто уже довольно долго ходит в церковь, какими словами пастор будет заканчивать богослужение, наверное, вы молитву благодати процитируете наизусть. Наверное, когда приходим мы раз в месяц на богослужение, и перед нами накрыт стол, мы также можем привыкнуть, что это всегда так. И мы даже можем сказать, какой текст будут братья читать, когда будет происходить вечеря Господня, кто-то его даже наизусть процитирует. Но я хотел, чтобы мы сегодня не делали это по привычке, чтобы для нас это было свежо, чтобы это было как в первый раз, чтобы это всегда для нас приносило радость, это событие, чтобы это не было просто традиция. И хочу, чтобы мы снова прочитали текст, который еще братья прочитают, и порассуждали немножко. Это 1 Коринфянам, 11 глава, с 26 стиха. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Прошлый месяц, когда у нас была вечеря, и мы слышали этот текст, я также рассуждал, сидел и слышал этот текст, и я подумал, не пугают ли христиан эти слова, которые мы прочитали? Не останавливает ли это от участия в вечере Господней? О чем мы думаем, когда мы слышим этот текст? Ведь мы прочитали об осуждении, о наказании, о немощи, о болезни и даже о смерти. Является ли целью этого текста напугать нас, сделать так, чтобы из опасения мы не участвовали в вечере? Или наоборот, вызвать желание участвовать, побудить нас к проверке своей жизни? Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», там идет описание жизни первых христиан. И мы знаем, что первые христиане, они заботились друг о друге, они делились имуществом, они проявляли любовь на деле, у них все было общее, они вместе собирались, чтобы вкушать пищу. Такие общения, на которые они собирались, назывались вечери любви, где они вместе кушали, преломляли хлеб, но основной целью этих вечерей любви было вкушать вечерю Господню, исполнять заповедь Господа. И эта практика, она передавалась из года в год другим церквям. Церкви росли, и они практиковали это. В церкви в Коринфе появилась проблема. Церковь, собираясь на такие вечери любви, дошла до того, что вместо того, чтобы разделять между собой хлеб, делиться, радоваться христианским отношениям и вспоминать смерть Христа, они начали поступать по плоти. Богатые люди приносили изысканную пищу и даже напивались до пьяна. Они приводили в смущение более неимущих людей. Это было неугодно Богу. И Он наказывал верующих, чтобы привести к покаянию. Вспомните пример книги «Деяния святых апостолов» про Ананию и Сапфиру. Когда они принесли деньги, утаили из цены, у них был грех обмана, и Бог поразил их смертью. Здесь, в послании Коринфянам, мы прочитали также о Божьем наказании. Здесь не приведены конкретные примеры людей, но приведены разные виды наказаний, что Господь наказывал людей. Бог созидает церковь, используя также наказание. В церкви, в Коринфе, было также много и других грехов, о которых мы читаем в послании к Коринфянам. Поэтому, когда Павел писал им о вечере Господней, он призывал верующих оставить грех, изменить поведение, изменить образ жизни. Можно подумать, когда мы просто прочитали вот этот текст, если не посмотреть на общую картину, можно подумать, что Бог наказывает верующих только за участие в вечере, в недостойном, в недолженном состоянии. Но мы должны посмотреть в корень проблемы. Бог наказывает нас за грех, который мы не оставляем и не раскаиваемся. Как в примере с Ананией и Сапфирой, у них был грех обмана. Представьте, если кто-то пришел на собрание, но он обманщик, он обманывает. Он не оставил этот грех. Он несет вину за грех обмана и должен быть наказан. Отказ от участия в вечере Господней не делает снисхождение. Нужно покаяться и оставить грех. Если человек не участвует из-за греха, значит, не хочет покаяться. Целью этого отрывка является побудить христиан жить свято, очищаться от греха, просить прощения и участвовать. Невозможно жить во грехе и быть ненаказанным Богом и думать, что если мы не будем участвовать, мы будем иметь какое-то снисхождение. В Римлянам 6 глава 23 стих Павел пишет «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. За любой сделанный грех человеку следует наказание смертью и разделение с Богом. Это участь всех неверующих. Грех разделяет человека с Богом и человек за грех должен нести наказание». Евангелие Иоанна 3 глава 17 стих «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Евангелист отмечает, что неверующий уже осужден. Люди, неверующие, не принявшие Иисуса Христа, живущие во грехах, они уже осуждены, уже сказано, что их ждет в будущем, какое наказание, какая участь, это разделение с Богом на веки веков, это участь в озере Огненном, это наказание, которое уже готово всем неверующим. Когда мы прочитали 32 стих, «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Мир уже осужден на смерть. И чтобы нам не быть с ним осужденными, нам нужно оставить грех. Любой грех приведет к наказанию, приведет к осуждению. Верующие в Каринфе усугубляли свое положение перед Богом еще и тем, что, находясь во грехе, исказили значение вечери Господней. Это же глава 11-20 стиха. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Они утратили почтение и благовейное отношение к заповеди. То, что Господь сказал, то, что Господь заповедал, делать постоянно, вспоминая Его смерть, провозглашать победу Его, чтобы это приводило к покаянию, к осознанию нашей жизни перед Христом, они исказили. Они пренебрегали этим. 27 стих написано, «Посему, кто будет есть хлеб сей и лепить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Если мы участвуем в вечере Господней, будучи во грехе, мы делаем это в осуждении себе, мы становимся виновными в распятии Господа против тела и крови. Против тела и крови было совершено преступление. Христа распяли, Его тело прибили к кресту, Его кровь проливалась. Это вина, это преступление вменяется всем тем, кто не оставляет грех. Мы становимся виновниками. Мы все, братья и сестры, недостойны участвовать по своим делам, но мы достойны участвовать по уплаченной жертве Иисуса Христа. Вот почему написано, что едим и пьем осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Если для нас мы пренебрегаем Господом, мы не каемся, мы не рассуждаем, тогда мы недостойны. Но если мы рассуждаем о Господе, если мы принимаем жертву Иисуса Христа, если Господь Иисус Христос является нашим Спасителем, это дает право нам участвовать с радостью. Нас не пугает текст о наказании, нас радует этот текст. Мы рассуждаем о Господе. Это дает нам право участвовать, быть участниками этой трапезы. Этот текст говорит о том, чтобы мы всегда заботились и проверяли свою жизнь. Живем ли мы Господом? Или как коринфяне жили по плоти плотскими желаниями, плотскими помышлениями, или же мы живем Господом нашим? И тогда эти знаки, это участие дают нам радость, дают нам надежду, потому что, посмотрите, в 26 стихе мы прочитали «Есть обетование, доколе Он придет». В заповеди Христа есть символ ожидания. Как Господь обещал, так и будет. Он придет за нами. Господь оставил эти знаки для верующих на все поколения до своего пришествия, чтобы мы радовались, чтобы мы понимали, что Господь придет, Он свои обещания сдержит. Это должно вдохновлять нас, братья и сестры, очищаться, стремиться к встрече с Господом, жить верой и надеждой навстречу к Нему и очищаться от всякого греха. Пусть Бог нас благословит, чтобы сегодня, участвуя, мы испытывали радость, мы испытывали благодарность Господу за Его жертву. Аминь. Помолимся.